На холод в квартирах снова жалуются жители Сорска. С возвращением морозов температура в жилых помещениях резко понизилась. По сообщениям Минстроя, причина – некачественный уголь. К тому же накануне на местной котельной случилась авария. На данный момент все запущено. Однако жалоб меньше не становится. Из хронически замерзающего города Константин Кравцов. Заходить в выпуск, а не искать. А то иначе я совсем замерзну. Пенсионерка Людмила Баева старается лишний раз не открывать входную дверь. Так все тепло, в квартире можно растерять. Посреди комнаты почетно расположился обогреватель. Теплые, толстые носки, тапочки, халат, да пара одеял. Все, что нужно, чтобы вспомнить о главе местной администрации. Всегда вовремя плачу за квартиру. Дело в том, что я так разве можно? Ну так разве можно жить? У нас Найденов, он вообще к нам никакого. Он вообще для нас не дает. Ему пофиг, все. Отопление или отопление, заворозили. Подачу не подают. Смотрите, видите, штаны с начесом. Теплые. Нет, чуть не заколы. Тихо. Теплые носочки. Наталья Монастыршина круглые сутки не отходит от внука. 14-летний Игорь прикован к инвалидному креслу. И здесь, в каждой комнате, включенный электрообогреватель. Но это, кажется, не помогает хоть как-то победить январский мороз. Оно никак не получается. У нас тут теплее, что было, что пол как бы теплый. Мы как бы стараемся, утепляем, и все. И горят камины везде. Что я могу сказать? Ну, холодно. Еще в конце прошлого года Сорск оказался на грани катастрофы. При минус 30 за окном люди в домах буквально замерзали. Тогда местный глава Владимир Найденов заявил, что на котельную был поставлен некачественный уголь. Накануне батареи снова остыли из-за ремонтных работ. Впрочем, не только на котельной. Сегодня утром в самом центре Сорска случился очередной порыв. И, судя по всему, вода горячая. Какое-то время Билла из этого коллектора успела образовать небольшое русло, подтопив соседний двор. На данный момент давление сброшено. Но на месте не оказалось ни рабочих, ни представителей власти. Лишь сигнальная лента, говорящая о том, что приближаться к этому участку пока небезопасно. Уже с обеда главы города Владимира Найденова на рабочем месте не оказалось. Якобы он отправился на котельную решать вопрос с отоплением. Старенькое предприятие гудит и пышет. Кажется, из всех сил показывая свою состоятельность. Дым столбом. Явный знак ждать морозов. У охраны на проходной указания не пускать никакие камеры. Лишь экспресс-интервью с директором. Все хорошо. И пойми тут, у чиновников или у замерзающих горожан. Нормально. Все работает в штатном режиме. Народ жалуется. В штатном режиме все работает. Все оборудовано. Жители Сорска сегодня устроили стихийный сход. В руках у людей квитанция за декабрь. Это тогда при минус 30. Город полмесяца оставался без отопления. Суммы пересчитали. Кому вернули 200 рублей, кому 300. И вот все повторяется. Теперь нам ссылаются на то, что уголь некачественный. Вот поэтому это самое, как вы забиваете там у них. И поэтому холодильник. Так а если уголь некачественный, а почему вы такой уголь покупаете? Угольное топливо с повышенной зольностью подтверждает и Минстрой Хакасии. В этот раз с официальным обращением выступил и поставщик. Это компания Сибуголь. Кажется, там как минимум удивлены сорским метаморфозом. За пять лет работы по поставке угля для нужд города Сорска сталкиваемся с такой ситуацией впервые. За последние несколько недель от наших покупателей рекламации не поступало. Контроль качества угля осуществляет аттестованная химическая лаборатория. Считаем, что окончательные выводы о причинах можно делать лишь после детального изучения всех обстоятельств. Сколько времени теперь займет изучение обстоятельств? Так и зима минует. А значит, головная боль в виде холодных квартир для местных чиновников временно отступит. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.